Молитва 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 должна быть от всего сердца Молитва должна Обращаться именно к Господу Потому что мы когда молимся Мы должны понимать что мы обращаемся к Господу Мы должны понимать что Господь нас слышит Что Он нас любит Что Он с нами всегда Что Он желает вот этого общения Он желает этого общения Ему приятно с нами общаться Потому что Господь желает Боговидения Боговидения А в молитве когда мы обращаемся к Господу Мы узнаем Господа Вот если мы возьмем с вами правила, которые написаны в книгах, это слова, а те чувства, та благодать, которая нисходит к человеку, когда он читает эти молитвы, она, конечно, уже человек воспринимает Господа всей своей сущностью, всем своим существом, потому что сосуд человеческий наполняется Духом Святым. Это очень важно. И тогда вот от молитвы, обращенной к Господу, человек освобождается от всего того, что ему мешает общаться с Господом. И нам Господь всем говорит, что чистое сердце Бога узрят. Мы должны понимать с вами, что когда мы обращаемся к Господу, мы как бы с Ним соединяемся воедино. И все, что мешает нам Его увидеть, Господь помогает нам от этого избавиться. Протерей Александр Бень говорил, что молиться, это значит находиться в том особом внутреннем состоянии, когда духовное начало в человеке входит в таинственное и непосредственное соприкосновение с Богом и потусторонним невидимым миром. Мы с вами сейчас находимся на земле, находимся в Церкви Христовой, созданной Господом, которая называется Царством Благодати. Царством Благодати. И эта Церковь имеет такое прямое соединение с Церковью Небесной, которая называется Царством Славы. Там, где Сам Господь, там, где Святые, которые ему молятся. И вот это молитвенное соединение происходит, когда мы от всего сердца обращаемся к Господу, к Святым Его за помощью. И понятие христоцентричности, когда вот такое слышали понятие, это говорит о том, что во главе всех наших дел, всех наших чаяний, всех наших переживаний стоит Христос со своей любовью, со своей протянутой рукой, со своим тихим стучанием в наши сердца. Когда Господь говорит, я прихожу и тихо стучу в ваши сердца и жду, когда вы откроете. И когда человек открывает это свое сердечко и потом от всего сердца своего обращается к Господу в молитве, то происходит вот такое соединение человека с Господом. Нам это очень важно понимать, потому что молитва помогает человеку пройти земным путем, путь, который мы называем путем транзитным. Это путь короткий, короткий путь, но важно нам здесь на земле уже обрести другом Иисуса Христа, чтобы с ним вместе войти туда, куда он нас направляет, то есть в Царствие Небесное. Знать о молитве. Ну, во-первых, то, что молитва – это беседа или разговор наш с Богом. Она необходима для нас, так же, как воздух и как пища. У нас все от Бога и нет ничего своего. Жизнь, способности, здоровье, пища – все дается нам Богу. Поэтому и в радости, и в печали, когда что нам нужно, мы должны обращаться к Господу с молитвой. Здравствуйте. Я Ирий Анатолий Слобочиков, наследник храма святителя Николая Чудотворца, сего Плюсы. Приглашаю вас на молитву соглашения, которая проходит в нашем храме. Мы читаем Акафис Николаю Чудотворцу. Николай Чудотворец является поистине самым почитаемым святым у нас на Руси. Поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с ним, как Господу нашему Иисусу Христу. До встречи на молитве.